Всем привет! Очередная распаковка. Очень много скопилось посылок. В моей комнате ремонт не получается постоянно записывать видео. Хотя идей очень много скопилось. И четырехтысячная камера новая. И очень много всяких посылок мне приехало. Ну, сейчас попробую частично что-то распечатать. Кстати, на моем канале все будет немного уже по-другому. Будут у меня уже ссылки на всякие товары, которые я распечатываю. Что-то еще, может быть, новое я придумаю, пока не знаю. Так, что это такое? Это шляпа. Да-да-да, это после того, как девушка помыла голову, вот такая штука натягивается вместо того, чтобы полотенце вот так натягивать. Удобная штука, наверное. Понимаете, заказывал не себе. Следующее у нас что? Лампочки. Очень много лампочек в этот раз будет. Я так специально подобрал все, чтобы было в основном все к автомобилю. Лампочки, которые я заказывал. Их можно, кстати, и на макет, на мотоцикл поставить. Сейчас как-то их оттуда отшкребем. Вы посмотрите. У меня точно такие же уже распаковки были. Они мне очень понравились. Я их поставил себе на машину. Внутри салона освещение. Классные глаза не режут. Их можно покрутить вот так. Если будет настроение, сейчас схожу вам, сфотографирую, как это выглядит уже внутри в установленном виде. Стоят они недорого, в районе 3 долларов. Но там по ссылке перейдете, посмотрите. Трем-скотчи в комплекте есть. Можно прикуриватель включить, но лучше подпитаться, отрезать и подпитаться где-то отдельно. А лучше еще через предохранитель отдельный. Так, здесь у нас что-то тоже очень интересное, наверное. Сейчас посмотрим. Посылок очень много. И я вот только что смотрел, что здесь и уже забыл. Уже вижу кабель. Кабель USB-шный на mini-USB. Что это такое? Вываливающие. Ух ты, прикольно. Это та зажигалка, которую я так сильно ждал. Мне ее только сегодня привезли доставкой прямо домой. Стоит в районе 5,5 долларов. Вот так она работает. Видите, загорается. У меня была точно такая же, просто более дешевый вариант. Вот, загорается прикольно. Зимой, например, если на улице холодно, газовые зажигалки не работают. А это электрическое. Я ее зарядил. И зимой она хорошо работает. Ну и против ветра. Подходит не обязательно курильщикам. И точно такие же есть варианты по 1,5 бакса, только пластиковые. Не очень мне понравились. А это исполнение прям классное. Хочется ее в руке держать. Тайский металл. Следующее у нас что? О, это та самая... Крокодильчик такой удобный. Ай, больно. Для экшн-камер. Сюда цепляется экшн-камера. Куда удобно ее прищемил. Прищепка стоит в районе 3 баксов. Я ее взял для ноутбука. Можно так на ноут ее прицепить. И экшн-камеру использовать как веб-камеру. Удобный. Крокодил. Мощный, кстати. Можно прицепить не только на ноутбук. А можно прицепить на ноутбук и что-то поломать. На экран лучше не лепить. И следующее у нас... О, это велостопик. Вот такие стопики у нас любят скручивать. Уже один с велосипеда скрутили. И штука полезная. Машины вас будут видеть. Не собьют. Батареек, естественно, в комплекте нет. Они никогда батарейками не комплектуются. Вот эта штука должна отстегиваться. И туда должны вставляться батарейки. Что-то она мне не особо хочет отстегиваться. Ой, вот чуть-чуть ущердия на двух батарейках. А-а, стандартных. С резиночкой. Под дождь будет мне страшно. Обычная вот такая защелочка. Простая штука. Стоит в районе 60 центов, по-моему. Вообще дешман. Ой, отвык я немного распаковки эти записывать. Надо много разговаривать. Ой, они большие. Я думал, они поменьше. Это вот такие лампы себе взял. Думал поставить их в приборную панель. Но не получится. Вечно заказываю их и ошибаюсь с размером. По картинке смотрю, вроде бы оно. А приходит вот такое чуть-чуть побольше, чем надо. Две с вот такой вот штукой, более темной. А эти с белой. Не знаю, как они светят. Проверить не получится, потому что здесь не к чему подключиться. Ну, в машине, если найду им применение, то обязательно сфотографирую. И вы посмотрите, как они работают. Лампочки тоже очень дешевые. Дорогих я не заказываю, потому что люблю заказать лампочек очень много. И как повезет. Бывают дешевые и хорошие, бывают дешевые и не очень хорошие. Вот это вообще обязательная вещь, особенно в моей машине. Вот здесь LED-экранчик такой прикольный. Он будет показывать, сколько вольт напряжения в системе машины. В прикуриватель вставляется. Две USB-шки, можно что-то заряжать. Удобная штука. Сколько она, интересно, выдает? 3,1 А. Ничего себе. Ну, а то если на два телефона, то очень много получается. 3,1. 3,1. Точнее, если на один. И фирма, посмотрите, вот эта Roche. Классная фирма. Покупайте ее. Уже очень много раз заказывал подобное. Так, это я распечатал. Это я распечатал. И осталась последняя посылка. Вот этого трек-номера я не нашел. Может быть, на eBay заказывал. Может быть, на Taobao. Но точно не с Алиэкспресса. Кстати, написано, что гифт. Подарок. Интересно очень, что это за подарок такой. Что здесь мне присылали китайцы. И трек-номера такого у меня нет. Сейчас распечатаю и увижу, что здесь. Самому интересно. Чувствую я что-то похожее на бензонасос, если честно. Я когда-то заказывал один. Чем точно в такой же коробочке пришел. Да, представляете себе, это вот такой вот очередной бензонасос. Я его купил, но почему-то он по треку не пробился. Взял как запасной. Один у меня уже стоит. Посмотрите. Вот классная штука. У меня был обычный бензонасос в двигателе, который тек маслом, бензином и постоянно перегревался. Это неприятная штука. Его без проблем подцепил в машине. Есть парочка нюансов, как его цеплять. Я где-то уже это все описывал. Но для карбюраторного двигателя то, что надо. Мой уже работает несколько месяцев. Никаких нареканий нет. Работает исправно. Этот будет про запас. При том, что цена в Китае такого в районе 10 баксов. А купить его где-то здесь, это уже будет за 30 долларов. Неплохая накрутка, согласитесь. Ну вот в принципе на сегодня все. Вот такую вот кучу всякой мелочевки я распечатал. И впереди ждет нас еще очень много интересного. Всем спасибо за просмотр. Пока.